Спортивный Олимп Виноградного. В этих стенах вырастили не одно поколение спортсменов. В декабре 2014-го здание подожгли. Полиция злоумышленников не нашла и дело закрыла. Но как закрыть спортзал, куда на занятия ходило больше 200 детей? Ремонт затягивался. То смету не составили, то проект не утвердили. В ситуацию вмешался глава курорта. С того момента, когда он взялся конкретно за решение этого вопроса, он достаточно быстро нашел выход из положения. И этот выход устраивает, наверное, абсолютно всех. Ремонтные работы идут успешно, потому что люди работают с зари до зари и идут с опережением графика своего ремонта. Также нет никаких нареканий по качеству выполнения ремонта. Все, что нужно, и даже сверхоговоренных работ бригады выполняют и делают это достаточно быстро. Рабочие готовят стены под штукатурку, покрасят потолок, поменяют полы, заменят сантехнику и систему отопления. Говорят, сдадим под ключ. Сергей Сергеев ходом работ доволен. Здесь у меня без такой стены. Нет, я посмотрел, ребят. Серьезно? Конечно, да. Качество. А не наружку сделать? Две стены? А с улицы там, да? Пока занятия юных спортсменов проходят в школьном зале, когда позволяет погода в их распоряжении стадион. На днях пришел современный турниковый комплекс. Их она пополучила бесплатно, участвуя в социальном проекте. Одну воркаут-площадку устанавливают в виноградном для спорта массового, дворового. Для профессиональных спортсменов нужны особые условия. Прежде всего мы зал делаем с учетом наших успешных волейболистов. Там будет специальное для волейбола современное покрытие установлено, которого, пожалуй, в Анапе нет нигде. Самое современное, самое удобное. Там будут у них удобные сетки, регулируемые по высоте. Там будет, естественно, другой инвентарь. Вот они, юные звезды волейбола. Девчонкам по 16, но мастерства хватает, чтобы одержать верх над взрослыми и серьезными соперниками. Вернулись с бронзой с чемпионата России и чемпионата Восточной Европы среди взрослых команд. Привезли серебро с чемпионата края. Были сильные эмоции, когда мы заняли второе место, потому что играли с сильными соперниками. За первое место играли с мастером спорта по пляжному волейболу, которая старше нас. Ну, конечно, ожидали первое место, но второе, да, были рады. Ради таких улыбок и стремлению к победе и стоит находить все возможности, чтобы возвращать к жизни спортивные объекты. Глава курорта еще не раз приедет в Виноградный. Кстати, один из поводов проверить, как выполняется его поручение. Привести в порядок парк, поселка. Ни одного квадратного метра зеленой зоны не должно уйти под коммерцию или застройку, подчеркивает Сергей Сергеев.